Вести Карачаева, Черкесия В республике уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается высоким. С 1 января этого года работники здравоохранения будут получать специальные ежемесячные надбавки. Вице-премьера страны Татьяна Голикова рассказала, что по предложению правительства президентам принято решение об установлении специальных доплат медработникам. На эти цели в текущем году предусмотрено 152 миллиарда рублей. Врачи центральных районных и районных больниц будут получать ежемесячную надбавку 18,5 тысяч рублей. Врачи первичного звена будут получать надбавку 14,5 тысяч рублей и врачи скорой медицинской помощи 11,5 тысяч рублей в месяц. Что касается среднего медицинского персонала, то здесь размеры ранжируются следующим образом. Средний медицинский персонал центральных районных и районных больниц ежемесячно 8 тысяч рублей. Средний медицинский персонал первичного звена здравоохранения, то, что понятно, это поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, это 6,5 тысяч рублей. Фельдшеры медицинские сестры скорой медицинской помощи 7 тысяч рублей и младший медицинский персонал центральных районных больниц первичного звена будет получать ежемесячную доплату 4 тысячи рублей. Также фельдшеры скорой медицинской помощи, которые принимают вызовы, будут получать ежемесячную доплату 4,5 тысячи рублей. Спортивная школа есть, а здания для тренировок у спортсменов нет. Эту проблему у борцов-вольников Тиберды озвучили на прямой линии с Рашидом Темрезовым. Глава региона пообещал, что в скором времени вопрос о строительстве ФОКа в Тиберде будет решен. Город Тиберда заслуживает, это курортный, красивый город, город-курорт на самом деле. Я думаю, что Министерство спорта Карачао-Черкесской республики проведет работу и если не в 2023 году, то в 2024 году мы обязательно приступим и за один год мы его построим. Порядка двух тысяч рабочих мест создано в детских садах республики с 2012 года благодаря вводу новых объектов. Строительство новых зданий позволило достичь стопроцентной доступности дошкольного образования в регионе. В частности, за счет средств федерального и оригинального бюджета в Карачао-Черкесе построено и реконструировано семь десятков детских садов. Открыты также дополнительные дошкольные группы в формате школа плюс детский сад. Все это позволило ввести более 8400 новых мест. Кроме того, для реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья в семи учреждениях республиканского центра создано 10 специализированных групп. Капитальный ремонт школ, открытие кванториумов и точек роста, обеспечение достойного труда и оплаты учителей. Министр образования и науки республики Инна Кравченко сообщила о планах на этот год. В 2023 году тоже достаточно объемный, многообещающий проект, национальный проект образования. Мы начинаем строительство трех школ в республике. Давайте вместе сейчас вспомним. Это Адвихабльский район, на 600 мест город Черкесск, шестая школа, на 400 мест. Хаббельский лицей на 365 мест. В этом году в Карачаевске на выплаты переехавшим в село медработникам направят почти 30 миллионов рублей. В частности, на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в возрасте до 50 лет и прибывшим на работу в сельский населенный пункт предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 28 миллионов рублей. Кроме того, к федеральной выплате по программе «Земский доктор» введена еще дополнительная оригинальная выплата в размере 100 тысяч рублей. Парламентарии республики приняли законопроект, который упростит получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. А еще они расширили перечень граждан, которые могут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, рассказывает начальник управления Министерства юстиции России по карчачьей кейсе Зухра Алчакова. Это герои Российской Федерации, герои социалистического труда, герои труда Российской Федерации, герои Советского Союза, вдовы и семьи умерших ветеранов боевых действий, реабилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, также вдовы сотрудников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. На поддержку племенного животноводства республики за последние 10 лет направлено более 1 миллиарда рублей. По данным оригинального Министерства сельхоза, по программе поддержки племенного животноводства в Карачао-Чекесе завезено более 21 тысячи голов племенного молодняка и 150 тысяч мальков форели. В настоящее время в республике действуют 20 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, работающих в области племенного животноводства, и они в полном объеме обеспечивают потребности региона в высокопродуктивном племенном скоте. Более 220 километров газопроводов построено в республике за последние 10 лет. Это позволило газифицировать 40 населенных пунктов, что вдвое превышает показатели 10 предыдущих лет. В целом уровень газификации региона вырос с 73,4% до 82,2%. Первичный пуск газа был осуществлен в девяти населенных пунктах Урупского, Зеленчукского и Карачаевского муниципальных образований, в том числе на труднодоступных горных территориях. Вместе с тем в регионе будет построено шесть межпоселковых газопроводов для обеспечения 19 сел газом по программе развития газоснабжения и газификации республики. Инвестиции ПАО «Газпром» в газоснабжение и газификацию Карачаевской кессии в 2021-2025 годах составят 2,7 млрд рублей. В рамках программы «Газпром» проведет техническое перевооружение и реконструкцию пяти газораспределительных станций. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых в Малокарачавском, Прикубанском, Урупском, Узжигутинском, Хабесском районах республики и в Черкесске. Около 1600 социальных контрактов заключено в Карачаевской кессии в прошлом году. Всего государственной поддержкой по соцконтракту в республике в 2022 году охвачено более 6 тысяч человек. Большинство семей Карачаевской кессии получили помощь в поиске работы. Это 214 соцконтрактов, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности – 496 соцконтрактов, развитие и ведение лично подсобного хозяйства – 427 соцконтрактов. Осуществлялись также иные мероприятия, направленные на преодоление жителями трудной жизненной ситуации. Это 450 контрактов. В позапрошлом году в регионе было заключено 1902 социальных контракта по основным мероприятиям. Напомним, социальный контракт – это специальный договор, который заключает представитель малоимущей семьи и орган социальной защиты на реализацию одного из четырех мероприятий. Это поиск работы, осуществление предпринимательской деятельности, ведение ЛПХ и другие мероприятия. Правительством России утверждена комплексная пятилетняя государственная программа строительства. Ее реализация начинается с этого года. Документ подразумевает переход к пятилетнему горизонту планирования государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости. Основными задачами госпрограммы являются дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной и туристической инфраструктуры, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и ЖКХ на окружающую среду. Кроме того, предусматривает уменьшение сроков и оптимизацию процедур принятия решений при осуществлении капитальных вложений за счет средств федерального бюджета, сокращение инвестиционно-строительного цикла, а также расширение механизмов опережающего строительства и досрочного ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию. Руководитель Следственного управления Следственного комитета страны по Крача-Черкесии Николай Щепкин поручил организовать проверку по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Черкесске. Такое распоряжение дал глава Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. В СМИ размещена информация о небезопасных условиях проживания граждан в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в республиканской столице. Дом признан аварийным, и тем не менее жильцы не расселены и вынуждены сталкиваться с проблемами. Так сообщается, что в доме прорвало трубы, однако в устранении аварии коммунальными службами было отказано. Заместитель мэра Черкеска Заур Тугов прокомментировал ситуацию с переселением жильцов многоквартирного жилого дома по улице Гутякулова 9 и 5, которые обратились к главе республики в ходе прямой линии с просьбой улучшить условия их жизни. Что касается многоквартирного дома, расположенного по улице Гутякулова 5, он в постановлении мэрии включен в перечень домов, подлежащих переселению. На сегодняшний день готовится техническая документация по передаче второго дома по улице Свободы 62 в собственность муниципального образования города Черкеска. После того, как этот дом будет передан, жильцы домовладения, расположенного по улице Гутякулова 5, будут переселены в данный дом. Мы определили уже, что у нас первый дом, реализация программы, она исполнена у нас на 91%, то есть 8 домов мы практически переселили. Сейчас после передачи второго дома у нас стартует второй этап переселения домов, где уже включен дом по Гутякулова 5. Также претендентами для включения во второй дом к переселению у нас является дом по Гутякулова 7 и по Октябрьской 3. Следственным отделом Карачаевского городского округа Следственного управления Следственного комитета России по Карачаевской кейси возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя Ставрополя, подозреваемого в покушении на убийство. По данным следствия, ночью 3 января этого года на участке местности, расположенном в урочище Махар Карачаевского района, между двумя мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого житель Ставрополя нанес ножевые ранения своему знакомому, в результате чего последний с ранениями был доставлен в больницу. В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение и в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Карачаеве есть и уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом остается высоким. По итогам прошлой первой недели наступившего года зарегистрировано 507 случаев заболеваний. В сравнении с предыдущей неделей прирост положительный и составил 61%. В самом крупном городе республики Черкесске динамика прироста заболеваемости также положительная среди совокупного населения города, а это 78%. На первой неделе в республиканской столице всего ОРВИ заболели 441 человек. Напомним, что при острых респираторных вирусных инфекциях, негриппозной идеологии, заболевание развивается постепенно. Чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в мокрый. А при гриппе отмечается резкое ухудшение состояния, повышение температуры тела в отдельных случаях до 40,5 градусов, головная боль, ломота в мышцах и суставах и чувствительность к свету. Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекает у маленьких детей, пожилых людей и людей с хронической патологией и заболеваниями иммунной системы. С 1 января этого года в стране появился социальный фонд России. Он образован путем объединения пенсионного фонда и фонда социального страхования. О том, какой будет структура соцфонда, как совместят офисы двух ведомств и что изменится в работе с гражданами, рассказала заместитель управляющего отделением пенсионного фонда республики Ирина Тамбиева. Наши офисы остаются по тем же адресам. Специалисты, которые осуществляли прием в фондах социального страхования, они переедут на наши площадки. И все услуги как фонда пенсионного, так и социального страхования можно будет получать по адресам клиентских служб пенсионного фонда. Это важно, чтобы люди знали, куда им с января обращаться. Единое детское пособие для семей с низким доходом – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания. В Карачаево-Черкесии с 1 января прожиточный минимум составит 13 225 рублей. Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей с рождения до 17 лет. До конца 2024 года на федеральной сети Карачаево-Черкесии отремонтируют 21 километр автодорога и два моста. Об этом сообщила пресс-секретарь управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамокова. С двух до четырех полос расширят 12 километров подъездной дороги к Черкесску от Р-217 «Кавказ» с 51 по 63 километр. А в 2023 году на автодороге А-155 отремонтируют 9-километровый участок Черкесск-Уст-Джигута и два моста в Домбае. В текущем году стартовал капитальный ремонт участка от съезда в село Садовое до пересечения улиц Ставропольской и Набережной, столицы Карачаева-Черкесии. Встречные потоки разделят осевым тросовым ограждением, модернизуют один существующий светофорный объект и устроят 9 новых. Установят более 750 дорожных знаков и нанесут горизонтальную дорожную разметку термопластиком. Согласно планам Фокопор-Дор-Кавказ, в эксплуатацию участок будет сдан до ноября 2024 года. Весной 2023 года дорожники приступят к ремонту четырехполосного участка федеральной дороги А-155 Черкесск-Домбай-Граница с Республикой Абхазия с нулевого по девятый километр. В июне 2023 года в эксплуатацию ведут мосты через реку Домбай-Ульген и Аманаус. Центральная районная библиотека Усть-Джигуты прошла конкурсный отбор и уже в этом году начнется работа по созданию модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура». Это будет образцовая библиотека, оснащенная современным компьютерным оборудованием и использующая в работе новейшие информационные технологии. Это будет третья по счету библиотека нового поколения в Карачаево-Чрикесии. Подобные уже открыты в аулипсы Жабазинского района и селе Учкикен Малокарачаевского муниципального образования. Уже в этом году в селе Красный Восток Малокарачаевского района соберут первый урожай с фундуковой плантации, где высажено около 10 тысяч саженцев сорта трапезунт. Деревца были завезены из Крыма, работы по посадке начались еще в 2017 году, а в 2023 фермеры намерены собрать первый урожай. Сад позволит не только обеспечить республику полезными плодами, но также посадочным материалом, так как фундук активно дает прикорневую поросль и поэтому может стать источником посадочного материала для многих хозяйств республики. По предварительным данным, с одного гектара планируют собрать до одной тонны плодов. Более 105 тысяч гостей посетили курорты Эльбрус, Капартино-Балкарии, Архы, Закарача, Чикесии и ведучи Чечни в новогодние каникулы. Курорты под управлением Кавказа РФ увеличили турпоток в новогодние праздники, несмотря на аномально бесснежный декабрь и начало года. С 1 по 8 января на курортах Эльбрус и ведучи отдохнули почти на 10% больше гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Архыз удержал турпоток на прошлогоднем уровне. На всех курортах максимальная загрузка традиционно пришлась на период с 2 по 5 января, когда Архыз принимал почти по 10 тысяч гостей в день, а Эльбрус – больше 5 тысяч. Генеральный директор Кавказа РФ Андрей Юмшанов отметил, что инвестиции в системы искусственного снижения себя оправдывают, и оборудование ими новых трасс продолжится. По его словам, Архыз полностью работал на искусном снегу, а Эльбрус – частично. При этом ежедневно мониторили отзывы гостей. Нареканий по трассам Архыза не было. На Эльбрусе была проблема с оголением отдельных мест верхней трассы Горобаши-Мир, где только естественный снег, который периодически сдувало. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, в северных районах днем порывы до 15-20 метров. Температура воздуха от 2 до 7 градусов мороза. В горах места минус 1, плюс 4 и выше 2,5 тысяч метров сохраняется лавина опасность. На дорогах местами гололедица и снежный накат. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 15-18 метров. Столбик термометра опустится до минус 6 и на дорогах города гололедица. На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова.